Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске наше будущее не в развитии Турции, наше будущее в признании прав Республики Западной Армении. «Каждый армянин, если бы не думал только о том, чтобы жить для себя, наших бедствий было бы меньше» – Андроник Зоравар. На памятниках Арцаха невозможно найти никаких следов агванского языка, Национальная академия наук ответила Азербайджану. Ханство Нахичеване и Еревана, перешедшие от Персии России, входили в состав Восточной Армении – МИД РФ. В Аскиранском районе строительная суета. Дорога в Амбахчисара в Западной Армении закрытая на 36 дней и уже открыта для движения. В Ереване обнаружена урардская гробница VIII века до н.э. Культура в Западной Армении – орнамент. В эфире телеканала Western Armenia TV президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян представил некоторые подробности встречи с главным уполномоченным по делам диаспоры Зарасинаняном в Париже, во Франции, отметив, что ключевым вопросом встречи была репатриация. Касаясь новых армяно-турецких отношений, он отметил, что игнорирование Западной Армении и установление отношений с Турцией является преступлением, учитывая прошлое, нашу самобытность, совершенный на нашей земле геноцид и тот факт, что Западная Армения – признанное государство. Говоря о российско-украинских отношениях, он сказал, что война создаст трудности во всем регионе. По телеканалу Western Armenia TV можно прослушать репортаж об Адранике Озаняне, в котором рассказывается о его жизни и военной деятельности. В ролике подробно представим путь генерала, который был окутан как победами, так и разочарованиями. Ежегодно в этот день организуются памятные мероприятия в честь армянского лидера посещения Яраблура, где покоится его тело. Христианские памятники на территории Арцаха изучаются специалистами уже более века. Их этническая принадлежность никогда не вызывала вопросов. На памятниках Арцаха невозможно найти никаких следов огванского языка. Такое заявление сделала Национальная академия наук Республики Армения, ссылаясь на заявление министра культуры Азербайджана. В академии отмечают, что в Азербайджане нет специалистов по изучению христианской культуры. В Национальной академии наук уверяют, что на памятниках Арцаха невозможно найти какие-либо искусственные надписи. В академии напоминают, что на памятниках принято фиксировать знаменательные события, происходившие в разные периоды истории. Памятники Арцаха в этом плане не исключение. Министерство иностранных дел Российской Федерации распространил на своем официальном сайте заявление по случаю 194-й годовщины Туркменческого договора, сославшись на положение документов, в котором четко указано, что ханство Нахичевана и Еревана, перешедшие от Персии и России, являются частью Восточной Армении. В связи с этим на странице МИД России было процитировано следующее. Ханство Нахичевана и Еревана перешли под власть Российской империи. Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в армянский регион, что способствовало объединению армянского народа в составе Российской империи. Следует отметить, что упоминание этого исторического факта возмутило Баку, и Министерство иностранных дел Азербайджана выступило заявлением. В Аскиранском районе Арцаха полным ходом идут строительные работы, устраняются следы, оставленные войной. Корреспондент Арцах Пресс побеседовал с главой областной администрации Гамлетом Апрессианом о проводимой в регионе работе и проблемах, которые необходимо решить. В Аскиранском районе идет строительство новых кварталов для переселенцев. Работы по возведению нового поселка на административной территории общины Астхашен активно продолжаются. В поселке будет 210 домов. В таком же темпе ведутся строительные работы на территории общины Иванян. В Красном строится 216 квартир, сказал Апрессиан. Автомагистраль Ван, Бахчасарай, построенная на границе с провинцией Ван в Западной Армении, где в 2020 году в результате схода Лавим погибло 42 человека, была вновь открыта для транспортных средств после того, как была закрыта в течение 36 дней. В этот период водители осуществляли перевозку по альтернативной дороге, которая находится на территории провинции Багеш. Найденная в Ереване гробница датируется 8 веком до н.э. В настоящее время на стенах здания сохранились следы отходов работавшего здесь промышленного предприятия, смеси нефти и масла. В результате раскопок у Западной стены была обнаружена одна урна, наполненная костями человека, животных и птиц. У Восточной стены находился большой горшок со статуей головы быка. В северно-восточном углу гробницы найдено несколько больших и малых чаш кувшинов и светильников. У армянского народа есть древнейшая орнаментальная скульптура, уходящая своими корнями в каменный век. С тех пор в Западной Армении были обнаружены различные петроглифы. Одним из самых ценных памятников армянской скульптуры являются каменные монументы под названием «Дракон». Храм Тердата в Гарни – уникальный памятник языческого орнамента. В средние века большое развитие получила орнаментальная скульптура. Были созданы такие шедевры, как хачкары. Большое место в армянском искусстве занимают старинные орнаменты. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.